Приветствую вас, Полина. Смотрите, что меня интересует. У нас есть страх одиночества, который вы пытаетесь как-то, если я правильно понял, вы пытаетесь страх одиночества свой, чтобы компенсировать за счет детей. Ну, славно говоря, что вы боитесь сейчас, и, соответственно, хотите, чтобы дети вам, Помогли справиться с одиночеством, помогли как-то вот сделать, наверное, так, да, чтобы вы не остались со мной. Во всей этой ситуации, во всей этой истории меня интересует то, почему вы считаете, что дети будут так поступать. То есть, почему вы считаете, что дети будут и должны отрягать вас от одиночества? Ну, а если они, к примеру, сделать этого не захотят, что тогда? То есть, ну, вы же просто не захотят на этого делать, и всё. Как тогда вы будете поступать, если вы родите ребёнка, а он не захочет с вами разделять ваше бытие? Ну, что-то мне кажется, что ждать чего-то от ребёнка, ждать чего-то от ребёнка, ну, крайне сомнительная история. Вообще говоря, потому что ребёнок может вырасти, он может пойти своим путём, а вы будете переживать, так получилось, ну, 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 правда, ваших ожиданий, ваших надеществ. Вот, и у ребёнка это будет, у ребёнка будет, такое, знаете, чувство, чувство, чувство вины, вперёд. Вами за то, что, вот, он не оправдал, так сказать, надеяться родителям. Вот, поэтому то, что не можете решить, то здесь это скорее хороше, чем плохо. Вот, нельзя рожать ребёнка, имея какие-то ожидания от него. Что-то делает ребёнок, конечно, свободным, это порождает у него чувство ответственности, вот. Ну и вообще никакой, никакого счастья такой ребёнок в жизни испытывать, скорее всего, не будет. Вот отсюда, я думаю, ваши страхи, то есть нет у вас как такового желания ребёнка свалить. У вас есть потребность себя защитить, да. Попробность себя защитить, она, ну, действительно присутствует, она действительно есть, она действительно адекватная. Вот, как-то вот обезопасит себя, что ли, да, и прочее. Вот, это действительно всё верно. Всё это действительно так. Вот. Ну, только вот как я уже вам сказал, да. Идея, 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 идея заключается в том, наверное, что, что вы на данный момент ориентированы не на себя, то есть не на ребёнка, извините, а на себя. Вот. Вот это основная такая, прям, проблема. Проблема-проблема. Для вас. И решить эту проблему можно? Конечно. Можно решить эту проблему. Нужно решать эту проблему. С? Нет. Через? Эмм, работа со страхом одинаково. Которая лежит? Собственно говоря, да. Вот снова. Вот, в основе, в основе ваших страхов лежат именно, именно страх одиночества, в основе вашего страха. И, и, соответственно, нужно с этим работать, с этим работать. Необходимо с этим работать. Вот, что как я вижу вашу проблему. Вот, что как она, что как она, как он вам увидится. Вот. Не претендую на истину, ни в коем случае, ни в коем разе. Но, с тем не менее. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго. До свидания.